Далее в нашей программе авторские комментарии Михаила Леонтьева, посвященные ситуации на Украине, где 28 октября пройдут выборы в Верховную Раду. Однако здравствуйте. В воскресенье Украина выберет парламент. На первый взгляд разобраться в украинском раскладе крайне сложно. Но партий много, все они как бы совсем разные, результат малопредсказуем. На самом деле все в некотором смысле гораздо проще. По различным опросам украинских социологических служб, которые там, надо заметить, практически все крайне ангажированы, лидирует правящая партия регионов. От нее несколько отстает объединенная оранжевая оппозиция. Все опросы так или иначе показывают заметный рост свободы, по сути, нацистско-бандеровской партии, популярной в западных областях. Однако хитом нынешних выборов, безусловно, считается партия «Удар» знаменитого боксера Виталия Кличко, который пророчит место третьей силы, если даже не второй. Регионалы в будущем парламенте могут блокироваться с коммунистами, которые наверняка преодолеют 5-процентный барьер. Умеренные нацики из объединенной оппозиции уже сейчас блокируются с неумеренными, из свободы. Украинское голосование – это всегда пад между Востоком и Западом. При этом пати, любая якобы третья сила, получает в свои руки козырную карту. Особо интересно, если это вот такая сила. Пропаганда «Удара» полностью строится на дистиллированном популизме и имидже великого боксера Кличко. Крутого борца за все хорошее против всего плохого, который одним ударом наведет порядок на Украине, уставший от коррупции, политиканства и вялотекущего кризиса. Украинцы устали от действующей власти. А до этого настолько разочаровались в оранжевом, что даже мученичество Тимошенко, которое сидит в тюрьме совсем не за то, в чем виновата, не вернуло им прежней популярности. Обе официозные старые коалиции по любым опросам набирают чуть более 20% каждая. То есть Украина, уставшая от голубых и от оранжевых, измотанная торжеством демократии, готова выбрать сотрясение мозга. Отпускай! Михалыч! Что это было? Что это было, Украина узнает потом, если захочет. В случае пата. Кличковцы сами по себе вполне оранжевые, тем не менее, откроют торг. Торговать они будут собой, то есть заодно и голосами ударенных украинцев. Украинская власть – это всегда коалиция кланов, в принципе, одних и тех же. Форматирование этих коалиций, настоящий торг, начинается после выборов. И понятно, что ударенные на всю голову в этом торге – это очень удобный ресурс. Однако, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok